всем друзья привет у меня в руках мой новый смартфон black view а85 цена данного гаджета 135 долларов в данный момент он является представителем бюджетных смартфонов но у него характеристики довольно неплохие как для бюджетника интересно вам тогда смотрим в этом видео я покажу и протестирую данный гаджет ну и расскажу соответственно про его характеристики приятного просмотра и так первым делом при получении телефона мы видим вот такую упаковку комплектация у нас стандартно хорошая помимо самого смартфона нам положили защитное стекло прозрачный силиконовый чехол ну и стандартно зарядный кабель блок питания скрепка и макулатура блок питания 18 ваттный с быстрой зарядкой дизайн смартфона максимально схож с топовым решением от производителя сяоми модель 12 т про в плане камеры точно повторяет дизайн black view а 85 новинка имеет супер тонкий корпус толщина составляет всего 8 и 6 миллиметров а вес black view а 85 всего 193 грамма это мой прошлый смартфон кубот макс 3 он тоже из бюджетников и по характеристикам будет послабее хотя размеры у него немного побольше при первом включении процедура настройки и обновления телефона стандартная выбрать язык обновление и можно также синхронизировать новый телефон со старым и скопировать все настройки со старого гаджета на новый что же касается фишек телефона то вот первое это 6 и 5 дюймовый экран с разрешением hd плюс 1612 на 720 пикселей и частотой обновления 90 герц что обеспечивает плавность анимации 90 герц есть далеко не у всех смартфонов в этом ценовом диапазоне лично у меня это первый смартфон с таким дисплеем и скажу что разницу видно когда вы пользуетесь устройством анимация и все отображения при управлении смартфоном работают плавно и приятно глазу вы не замечаете микро лагов и все взаимодействие со смартфоном плавное и приятное не скажу что в прошлых телефонах я замечал какие-то лаги но когда попробовал экран с 90 герцами то разницу ощутил она реально есть за производительность а 85 отвечает восьмиядерный процессор unisoc t606 с двумя ядрами cortex а 75 с частотой 1 и 6 гигагерца и шестью ядрами cortex а 55 также 1 и 6 гигагерца работающих по 12 нм тех процессу при этом оперативной памяти предустановлено 8 гигабайт и еще есть возможность программного расширения оперативной памяти до 14 гигабайт то есть еще плюс 6 гигабайт можно установить программно встроенной памяти у нас 128 гигабайт а карты памяти поддерживаются до 1 терабайта да и это еще не все ведь слот для сим-карты смартфона не комбинированный так что ваша карта памяти вставляется в третий отдельный слот и вы сможете использовать две симки и карту памяти графический процессор у нас mali g57mp при тестировании стресс тестом телефон показал себя хорошо как для бюджетника поиграть в любимые игры на смартфоне можно но для требовательных игр лучше ставить средние настройки графики я пострелял немного в пабджи и при высоких настройках мне было играть комфортно хотя в итоге я поставил средние настройки для экономии энергии я особо не вижу разницы в этой игре в средних и высоких настройках вывод тут простой смартфон виснуть не будет ни при каких программах а в играх ставим средние настройки и кайфуем что же касается камер то немного поснима видео и фото я понял что они тут вполне неплохие основная 50 мегапиксельная камера позволяет снимать с ручными настройками и поддерживает ночной режим для повышения качества фотографии при плохом освещении есть также 8 мегапикселей ультра широкоугольный модуль с углом обзоров 120 градусов позволяющий захватить в кадр большие объекты для селфи и видеосвязи в экран встроена 8 мегапиксельная фронталка она же служит для распознавания лиц при разблокировке в конце ролика кому интересно вы увидите несколько видео снятых на переднюю и заднюю камеры а также обзор настроек за автономность здесь отвечает аккумулятор емкостью 4480 миллиампер часов с поддержкой зарядки мощностью 18 ватт заряжается а 85 реально быстро примерно за полтора два часа и немного нагревается при этом но при активном использовании заряжать его нужно будет как минимум один раз в день а то едва это из-за его 90 герцового экрана так как плавность отображения отображается на батарее конечно в настройках можно включить 60 герц вместо 90 и энергопотребление снизится но я лично предпочитаю плавность в 90 герц и чаще заряжать телефон из приятных моментов хочу отметить классный боковой сканер отпечатка пальца который очень быстро и комфортно реагирует на разблокировку она тут прям быстрая ну и фонарик тут еще очень яркий если кому это важно из фишек также есть боковая кнопка с левой стороны которую можно запрограммировать для включения какой-либо функции или программы запрограммировать можно три раза то есть одно нажатие включения допустим фонарика два нажатия еще что-то и нажатие и удержание включить третью функцию в общем удобно есть также nfc gps a gps глонас ну и все стандартные функции тоже есть а ну и трех с половиной миллиметровый вход для наушников присутствует звук в телефоне стандартно нормальный звучит через один динамик который находится снизу возле юсб тайп си входа зарядки работает кстати а 85 на 12 андроиде и обнова пришла сразу же вот такой интересный обзор получился на данный гаджет телефоном как я уже говорил пользуюсь больше месяца наверное месяца полтора слушайте но я скажу после моего кубота x3 max вроде но этот телефончик будет немножечко поярче он правда меньше в габаритах у прошлого кубота был побольше экран но зато данный телефон просто легче носить в кармане потому что он меньше немножечко а также хочу отметить датчик отпечатка пальцев срабатывает мгновенно в куботе немножко запаздывал ну и в принципе данным телефоном пользоваться очень удобно 90 герцовый экран дает о себе знать смотреть на плавность картинок картинки ну по по интереснее что ли вот по приятней глазу ну и вообще опять же пользоваться смартфоном удобно слышно что меня хорошо что я с хорошо слышу собеседника звук у него нормальный просто нормальный он не офигенный не очень плохой ну нормальный звук динамик находится в нижней части динамик 1 конечно если вы его перекроете то звук будет плохой но это нормально это нормальное положение для бюджетных смартфонов nfc есть я nfc никогда не пользовался вот так что отметить не могу также есть боковая кнопка дополнительная боковая кнопка который можно запрограммировать как вы хотите опять же я ее не программирую я просто пользуюсь смартфоном ну как обычным смартфоном хочу отметить по батарее такой вот такой нюанс батарея долго сильно не держит в куботе моем немножечко подольше держала тут долго батарея не держит то есть телефон как минимум раз в день или уже вечером нужно заряжать это если вы не сильно пользуетесь если вы сильно пользуетесь телефоном постоянно то я думаю как минимум один раз телефон нужно будет заряжать но это я пользуюсь смартфона при 90 герцовом экране а как сам экран будет больше потреблять электро но энергии электро таскать если вы хотите вы можете включить 60 герц они 90 и батарея будет дольше держать вот есть такой нюанс но опять же я смартфоном доволен если вам нужен подобный гаджет пользуйтесь есть быстрая зарядка то есть для бюджетника как по мне ну огонь и опять же я камерами не пользуюсь я не не фотографирую но как я посмотрел уже при монтаже видео камеры дну довольно прям неплохие вот то есть black view а85 ничего плохого сказать не могу берите на вооружение обновы пришли все нормально все пришло вот есть чехол пишите как вам хай вы характеристики данного смартфона что о нем думаете и всем пока обязательно пишите свои комментарии мне интересно потому что бюджетник потому что я так понимаю бюджетники много у кого вот и наверное есть опыт пользования бюджетными смартфонами у множества людей всем спасибо всем пока всем привет тестируем телефон black view а 85 извиняйте что такая атмосферка потому что не хочу выходить на улицу у нас там дождь и плохая погода за окном светло значит картинка должна быть очень хорошая это у нас идет тест фронтальной камеры если свет падает то картинка будет сыпаться это сто процентов но как вы видите при хорошем освещении ну можно пользоваться фронтальной камерой на видео то есть звонить по ватсапу я не знаю по вайберу по скайпу вот и ну то есть можно фронтальную камеру полностью нормально использовать для звонков для селфи ну я думаю что более-менее также можно использовать но при хорошем освещении как у меня сейчас потому что у меня сейчас день я на балконе и у меня идет хорошее освещение моего лица потому и картинка такая более-менее нормальная хочу еще подсказать так что настроек у камеры много там есть и hdr и приближение то есть макро режимы то есть в данном телефоне у нас заявлено задняя камера 15 мегапиксельная передняя не помню сейчас напишу вот ну как мы видим тут где-то не знаю мегапикселей 16 наверное если если не больше вот и смотрите фронтальную камеру включаю режим 50 мегапикселей потому что то можно получить просто фронтальную камеру она будет не на 50 работать мегапикселей нужно а мы именно нажать функцию что иконку 50 мегапикселей так смотрим 50 мегапикселей вот что хочу сказать 50 мегапикселей работы только на фото на видео камера 50 мегапикселей не работает вот как то так вот еще раз покажу себя это уже с не с фронталки задней камеры вот и давайте еще посмотрим наши виды девятого этажа вот как то так опять же когда света много то камера более-менее снимает еще раз себя снимаю когда камера когда света много так же как и на фронталку так и на основную камеру будет хорошая съемка когда света минимум картинка будет сыпаться это у нас бюджетный телефон так что много от него хотеть не нужно вот еще как то так погода как видите у нас конечно плохая оцените что плавает зум немножечко иногда это тоже нормально и попробуем приближение так что нам приблизить давайте приблизим вот здание максимально 4x работает приближение и картинка как вы видите тоже сыпется то есть сильно приближать смысла нет максимум это 4x это 1x ну вот 2x 2x еще более-менее можно приблизить но идеально снимать на единичке как мы видим фокус сильно не елозит вот сейчас раз рука моя сфокусировалась пришло далее ну скажу честно 50 мегапикселей тут вряд ли есть хотя вернее 50 мегапикселей у нас только на фото на видео у нас нету 50 мегапикселей ну терпимо терпимо для бюджетного телефона пойдет итак смотрите что у нас по камере есть у нас есть много настроек мы видим сейчас фронтальную камеру и мы видим что сразу же камера фронталка ловит у нас лицо но так где у нас переключаемся это мы переключаемся на основной блок то есть на заднюю камеру есть такая приколюшечка итак смотрите у нас есть макро режим вот он как мы можем видеть у нас сделать фотографию макро режиме x2 вот так то есть фокусируется более-менее нормально быстро вот у нас нормальный режим и вот у нас дальний режим то есть как бы вы уже можете себе ну под подбирать себе экспозицию как у вас стоит там я не знаю что его фоткаете и то есть хотите фоткаете себе как хотите фокус ловит что так хорошо что так в этом режиме вообще замечательно ловит фокус и так фокус хорошо работает также у нас есть режим портрета я себя уже фоткал ну в режиме портрета получается вас фокусируют а задник разбывает то есть стандарт все стандартно вот как всех остальных телефонах то есть режим фотографии вы можете выбрать ну тут поиграться можете тут можно вручную фоткать вот то есть таймлапсы ставить что хотите вот тут ночной режим таймлапс макро и панорама вот вот макро у нас получается режим то есть макро режиме тоже также хорошо делают фотографии вот тут можно делать повышать или поменьшать уменьшать яркость вот вы можете можете наблюдать да то есть камеры у нас настройки с камерами у нас интересные очень даже если вы любитель по заморачивается с фотографией вот как можно сделать даже раз то есть и фотографии получается более-менее даже очень удобоваримое как мы можем посмотреть также у нас как я говорил вот у нас есть 50 мегапикселей телефон фотографирует 50 мегапикселями раз можно посмотреть на качество но в принципе я вам скажу честно да вот данная фотография хуже по качеству чем предыдущая у макро например да то есть нужно играться с фото и видео видео у нас есть вот у нас режим видео пишем 1080 или 720 так ну я хочу 1080 писать также у нас есть ну тут большие много настроек вот sdma без я не знаю что это за режим вот наверное что вот это вот приближение или уменьшение ну то есть если вам интересна фотография в телефоне можете в данном девайсе вот поэкспериментировать мне честно говоря не интересны фотографии я ничего не фотографирую на телефон вот и мне это не очень интересно мне нравится что у нас есть в аэпспериментировать скидливая мая Продолжение следует...